Всем привет! Компания Flying Bear уже несколько лет занимается разработкой FDM принтеров, постоянно совершенствуя свои технологии, путем прислушивания к критике покупателей, благодаря чему в 2020 году вышел Flying Bear Ghost 5. Пятая версия принтера оказалась весьма удачной и получила заслуженные позитивные отзывы в сообществах 3D печати. Но не так давно Flying Bear выпустили следующую ревизию принтера Flying Bear Ghost 6. И сегодня я хочу разобраться, стоит ли переходить с проверенной временем пятерки на новую шестерку? Одно из главных отличий Ghost 6 от предыдущей версии заметно сразу после распаковки. Принтер поставляется почти в полностью собранном корпусе. К тому же он имеет богатую комплектацию, монтажный комплект, набор инструментов, запасной хот-энд, кард-ридер с SD-картой на 4 гигабайта, USB кабель для подключения к принтеру, кабель питания, 200-граммовая катушка пластика PLA и красочная наглядная инструкция. Хоть принтер и поставляется в собранном корпусе, однако перед печатью следует провести небольшие монтажные работы, которые займут не более 10-15 минут. Необходимо установить ручку дверцы и магнитную шайбу, подающий механизм экструдера, датчик окончания филамента с тефлоновой трубкой, держатель катушки, а также прикрутить дверцу к петлям. Если у вас по какой-то причине возникнут сложности, то в описании под этим роликом я оставлю ссылку на видео по сборке от официального магазина Flying Bear. Размер принтера составляет 377 на 365 и на 349 миллиметров, а вес ни много ни мало 13 килограмм. Прочный металлический корпус предотвращает возможные перекосы конструкции из-за движения частей принтера во время печати. Это обеспечивает высокое качество результатов в вашей 3D печати. У принтера полузакрытый форм-фактор, но с установкой изоляционного купола он легко модифицируется в закрытый. Да, ГОСТ-6 укомплектован тканевым колпаком, закрывающим рабочую камеру от перепадов температуры, пыли и нежелательных движений воздуха. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что он уж очень напоминает какой-то недорогой софтбокс. У Flying Bear ГОСТ-5 использовался качественный экструдер системы Bowden, но в ГОСТ-6 решили установить директ экструдер с двумя подающими шестернями, что обеспечивает надежную подачу как тугоплавких материалов, так и гибких флекс-пластиков. Съемная прозрачная часть позволяет в реальном времени наблюдать за процессом подачи филамента. Кроме того, механизм с передаточным числом 1 на 7,5 дает хорошее усилие для подачи пластиковой нити на нагревательный элемент. Применен парный охлаждающий вентилятор, также повышающий качество 3D печати. Кстати, максимальный нагрев экструдера составляет 260 градусов Цельсия. Переместив панель управления принтером на правую боковую панель, шестой летающий медведь теперь оснащен прозрачной акриловой дверкой, ведь полностью закрытый корпус ограждает печатаемую деталь от пыли и перепадов температуры, что повышает качество печати теми пластиками, которые чувствительны к внутренней среде рабочей камеры во время печати и остывания. Ну а металлический корпус, как я уже говорил, гасит колебания, вызываемые подвижными частями 3D принтера. Претерпела изменения и кинематика принтера. Разработчики отказались от стандартной кинематики MakerBot в пользу более профессионального решения Core XY. Использование двух зубчатых ремней позволяет добиться высоких скоростей печати и долгого срока службы портала XY за счет равномерного распределения нагрузок на оба ремня. Печатный стол с максимальным нагревом 110 градусов Цельсия оснащен фирменным стеклом с покрытием ультрабаза, который обеспечивает качественную адгезию при нагреве и легкое отделение модели после остывания. Область построения составляет 255 на 210 и на 210 миллиметров, то есть такая же, как и на пятерке. Шестой летающий медведь отличается и продуманной вентиляцией. На боковой панели размещены вентиляционные решетки под кулеры для охлаждения электроники и блока питания. На задней панели установлен кулер на выдув горячего воздуха из рабочей камеры, а также по бокам размещены вентиляционные решетки напротив шаговых двигателей. Принтер оснащен высокочувствительным цветным сенсорным экраном на 3,5 дюйма. Загружать файлы для печати можно в том числе и по Wi-Fi. За боковой панелью расположена управляющая плата MakerBase MKS Nano 4 версия 3.1 с тихими драйверами нового поколения TMC 2225 под управлением 32-битного процессора ARM Cortex-M4. Справа от платы установлен блок питания на 300 Вт ZL300-24. Датчик наличия филамента автоматически приостановит печать в случае его обрыва. Функция восстановления печати возобновит ее после сбоя электропитания. А датчик обнаружения пламени подаст свето-звуковой сигнал и главное, отключат питание в случае какого-либо сгорания. ГОСТ-6 калибруется так же как и прошлая модель, то есть по четырем точкам. Выставляем зазор с помощью регулировочных винтов так, чтобы лист бумаги проходил с небольшим усилием. Для более точной настройки следует провести калибровку по всем точкам дважды. Принтер оснащен Wi-Fi антенной, поэтому можно отправлять модели на печать через плагин МКС Wi-Fi. В качестве первого теста я решил распечатать G-код, который идет на SD-карте вместе с принтером. В нашем случае это болт и гайка с 10% заполнением. Ожидаемо обе модели напечатались из PLA пластика без проблем. Болт и гайка оказались полностью совместимы. Шестой медведь справляется со своими задачами и проявляет себя как решение для профессионального использования. Больше всего пожалуй удивил экструдер, который отличился своей всеядностью и надежной подачей любого типа материала. Также несмотря на простоту конструкции порадовал изоляционный купол, который и правда хорошо держит высокие температуры внутри печатной камеры. Отдельно отмечу увеличенный держатель катушки, функцию возобновления печати при отключении питания, а также простой и удобный интерфейс, что делает Flyingberg GOS 6 достойным продолжением серии принтеров. В целом Flyingberg GOS 6 отличный бюджетный принтер, который можно приобрести в качестве первого устройства для 3D печати. Он легко может работать с разными видами пластика, надежен практически без шумен и имеет стальную надежную и закрытую от сквозняков конструкцию. Приобрести его можно по ссылке, которую я оставлю в описании. Там же вы сможете найти ссылку на мой любимый пластик для печати от фирмы GradKit и еще очень много полезного для данного 3D принтера. На сегодня это все, надеюсь видео вам понравилось и было интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи.